День сегодня богат на макроэкономические события, которые в принципе могут вносить существенные изменения на валютном рынке. Правда, все зависит от результатов и настроения трейдеров. Экономическая ситуация с Великобританией отображает две составляющие нисходящего тренда британского фунта против доллара США. Макроэкономическая статистика Соединенного Королевства оставляет желать лучшего. Подавляет британскую национальную валюту еще и ожидание предстоящего референдума о выходе Великобритании из состава ЕС. Как показали официальные данные, индекс потребительских цен страны Туманного Альбиона в мае не совпал с прогнозами аналитиков, что еще больше оказывает давление на монетарную политику Банка Англии. Согласно отчету о подготовленном управлении национальной статистики Великобритании, показатель инфляции в годовом выражении вырос на 0,3%, что не совпало с оценкой экспертов, которые предполагали рост на 0,4%. Тот же результат продемонстрировал индикатор в месячном выражении. Индекс потребительских цен в мае вырос на 0,2%, в то время как ожидался рост на 0,3%. Стоит напомнить, что уровень инфляции остается ниже целевой отметки в 2% с конца 2013 года по причине падения цен на нефть, медленного роста экономики страны, а также на фоне темпов увеличения заработных плат. Естественно, этот результат негативно сказывается на паре британский фунт-доллар США. Пара с конца прошлой недели торгуется на минимальных позициях. Сегодня кабель находится на отметке 1,4134 и торгуется во флете, так как трейдеры ожидают публикацию 100 данных из США. Валютные стратегии не прогнозируют каких-либо изменений в паре, даже если американские показатели окажутся слабыми. Причина уже давно известна. Рынок ожидает исход референдума. Если британцы 23 июня проголосуют за выход страны из Европейского Союза, то это послужит поводом для снижения процентной ставки Банка Англии. В случае обвала фунта регулятор может смягчить свою монетарную политику. Именно такая неопределенность мешает стерлингу оказать сопротивление в господствующей мировой валюте.